Продолжаем рассматривать кратко термины и понятия в астрономии. Понятие девятнадцатое. Время поясное или поясное время. Время поясное это время часового пояса. Определение поясного времени, а этих определений два или два значения. А именно, первое значение географическое поясное время, второе значение административное поясное время или по другому официальное поясное время. Первое значение поясное время это местное среднее солнечное время на срединном меридиане географического часового пояса. По-другому это стандартное время в англоязычном понятии. Поэтому времени на земной поверхности в пределах географического часового пояса средний полдень попадает в интервал с 11.30 до 12.30. Второе значение поясное время или официальное время действующее на данной территории. Интервал среднего полдня в пределах административного или официального часового пояса не имеет определенных границ. В Советском Союзе в начале 20-х годов 20-го столетия и после 1930-го года действующее время в часовых поясах страны называлось в обиходе декретным временем. В России с 2011 года действующее время получило официальное наименование местное время, а понятие декретное время было отменено. Не стало употребляться, лучше сказать. Поясное время во втором значении, то есть как административное время, иногда называют гражданским временем. То есть административным его называют или гражданским временем. Часто используется также название стандартное время. В Советском Союзе и в России использовалось понятие «поясное время», которое в постановлениях правительства появилось в 1931 году. В названии ранних карт часовых поясов США с 1898 года использовалось слово «белт» или «пояс». Однако впоследствии в англоязычных странах все большее распространение получает слово «часовая зона» или «зона». Одним из первых, кто начал понимать необходимость применения единого времени в пределах одной страны, был англичанин Вильям Волостов. Впоследствии его идея широко популяризировалась англичаном Абрахамом Ослером. Идею поясного времени для всего мира одним из первых представил итальянский математик Квирико Филопанти в своей книге «Миранда» в 1859 году. Он предложил разделить поверхность Земли подолготеп вдоль меридианов на 24 зоны, отличающиеся друг от друга на 1 час с точным совпадением минут и секунд. Первая часовая зона у Филопанти находилась на меридиане Рима и включала Италию, Германию, Швецию и сейчас Африки. Однако его идея намного опередила свое время. На создание системы единого времени в Великобритании повлияло развитие почтового сообщения, в частности развитие телеграфа и железных дорог. Началом применения такой системы можно считать 1840 год, когда большая западная железная дорога постановила ввести на всех станциях и во всех расписаниях одно точное время, лондонское время. В последующие годы другие железные дороги в Великобритании также переходили на лондонское время, которое впоследствии было заменено на среднее гриммическое время. Единое время вместо местного среднего солнечного времени постепенно стало использовать и население. В 1855 году 98% общественных часов в Великобритании были переведены на гриммическое время, но до 1880 года отсутствовал правовый документ, который должен был бы узаконить это время. Спасибо за внимание. Следующее понятие, которое мы разберем, это время среднее солнечное. До свидания.